Навастэ! Здравия, дорогие друзья! С вами Ярослав Дмитрий Воронцов, Академия семейных отношений Ведодум и Гридмайн Лайф Тренинг-центр. Сегодня 7 января 2018 года и время уже вечернее. Я нахожусь в таком состоянии умиротворения, спокойствия. Я только что пришел с храма, к которому мы праздновали праздник сегодня. И вернувшись домой, я сейчас решил поделиться с вами своим прекрасным состоянием умиротворения на полности духовности. И хочу вам передать это состояние, чтобы оно еще больше наполнило ваше духовное, божественное состояние. Прежде всего я хочу поздравить всех христиан с этим прекрасным праздником Рождества Христового. И это очень важный праздник всех верующих христиан. И я желаю, чтобы в этот день вы все особенно помнили о том, что Творец Всевышний приходит в разных формах к нам и напоминает нам о том, что мы должны жить с Богом. Друзья, я сейчас говорю экспромтом, полный экспромтом. Ничего не готовился, абсолютно вот сел и сижу вот сейчас. Что идет, то и говорю. Может, что-то будет немножко не так, простите, пожалуйста. Но я хочу гореть от сердца и искренне хочу передать свое состояние вам, которое мне зарядилось. Духовный праздник, он всегда праздник для всех людей, которые веруют, которые следуют за Богом, которые живут с Богом. И было бы настроение, повод всегда найдется. Было бы это прекрасное состояние, а повод всегда можно найти для праздника. Для этого не нужно ждать, чтобы быть на какого-то числа, какого-то времени. Просто можно делать праздник себе каждый день. Ты утром просыпаешься и говоришь, эй, Аллилуйя! Спасибо Господь за то, что я еще один день имею возможность отработать свои задачи, получить что-то новое. А когда мы отходим ко сну, мы также говорим, благодарю Тебе, Всевышний, благодарю Тебя, Твоец, за то, что Ты дал мне возможность прожить этот день, получить уроки, которые нужны мне для того, чтобы я стал мудрее, добрее, более внимательнее ко всем вокруг, кто находится вокруг меня, развивал те прекрасные качества, которые помогают мне быть ближе к Богу. И когда мы делаем такие простые обряды, вечером благодарим Творца Всевышнего, и утром благодарим за то, что нам дает еще одну возможность. Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. И, дорогие, дорогие друзья, коллеги, в этот прекрасный день Рождества я хочу поздравить вас с этим прекрасным днем, еще одной такой знаменательной датой, знаменательной возможностью задуматься над тем, ради чего мы живем здесь, ради чего мы получили эти тела, ради чего мы имеем все, что мы имеем, и хорошее, и не хорошее. Хотя, по сути, у нас все хорошее, что все, что от Бога, все во благо, и нет ничего нехорошего. Творец дает нам все то, что нам нужно, чтобы наилучшим образом вызывать себя, свое предназначение, отработать свои задачи. И чем хороши такие праздники, большие праздники, наверное, тем, я думаю, что они объединяют нас всех, единомышленников, и эта возможность, наверное, самая лучшая, поскольку мы можем праздники делать все каждый день, да? То есть было бы желание, праздник можно делать все каждый день, по любому поводу, да? Но вот, наверное, чем хороши такие праздники, которые празднуются всем большим количеством людей, всем миром, это то, что в один день, в один день, а еще лучше, когда это все в один час, люди могут усилить эту волну позитива, волну божественного наполнения Вселенной за счет того, что они в это время молятся Творцу, благодарят Его, восхваляют Творца, а поют молитвы. И вот это, наверное, самое приятное в такие дни, в такие дни, которые всеобщего празднования, когда мы можем соединиться все вместе и одновременно, одночасно, в одночасье сказать «Алалуя!» «Спасибо Тебе, Творец!» «Спасибо, Бог, дорогой, за то, что Ты даешь мне все, что я имею!» «Спасибо Тебе Всевышний!» Это, наверное, так же, как на Новый год, когда в одном часе находимся, и говорим «С Новым годом!» «С Новым годом!» «С Новым годом!» «Что мы недавно делали семь дней назад!» Это же и Грегор, это же такая энергия сильнейшая, представляете, такая волна по одному и тому же часовому поясу все кричат «С Новым годом!» «С Новым годом!» «С Новым счастьем!» «Все такие радостные, счастливые!» Представляете, какая волна, вот эта волна, цунами, идет такая волна позитива среди стольких миллионов людей! Это же просто обалденно! И вот я думаю, почему очень важно в такие дни посвящать себя этим духовным праздником, потому что таким образом ты не просто ты празднуешь праздник какой-то, а ты имеешь возможность быть частичкой вот этого всего большого, огромного потока божественной энергии, энергии счастья, любви и радости, когда люди все счастливые, не говорят «Эй, Христос народился!» «Христос народился!» «Христос народился!» Я памятаю колядки, когда я живу в деревне, когда я был маленький, мы спевали колядки, мы ходили по дворах и там по 10-5 копейок давали за колядку. А колядка, кстати, колядка, это у нас на Захидной Украине, так называется, да? А колядка, это вы знаете, славянская традиция, старая славянская традиция наша, это бог коляда, связанная с тем, что вот началось новое солнышко. Новое солнышко 22-го числа было самое короткое солнце, да? Потом два дня идет солнцестояние. И с 23 на 24, я так понимаю, начинает солнышко расти. И это как раз праздник коляды. А мы на Захидной Украине не знали, коляда, коляда, колядуем себе, гроши зарубляем, цукерки, там печивы, такие инши, маленькие колядки. Приходит додому с такой рукавичкой, наколядованной копейок, а потом купил себе же так, что-то было смачно. И мы колядували. И вот это свято призначено, Роздво, Рождество, рождение солнышка, по славянской традиции, это рождение солнышка, по-христианской традиции, это рождение Иисуса. Да? Христос, народы вся, видивы Марии, на респе они свято, всися радуй Моу. Христос, народы вся, видивы Марии, на респе они свято, всися радуй Моу. Радуйся, радуйся новому свету. Солнышко новое идет. Это я что-то придумал. Чуть-то я не оттуда. Ну, совпадение, очень много совпадений, да. Родился Христос, замечательно. Коляда, славянский праздник, солнышко новое растет. Замечательно, друзья. Это, когда совпадают еще праздники с разных направлений, с разных духовных путей, с разных религий. Замечательно. Это так здорово. Ты чувствуешь такое наполнение этого всего процесса. Замечательно. И поэтому я и напоминаю вам, друзья, очень важно, очень важно в такие дни будьте в этом состоянии, будьте в этом настроении. Отдайте кусочек тепла, кусочек безусловной для любви тому, кто есть вокруг вас. Если нет никого, отдайте природе, отдайте земле, матушке, Творцу помолитесь. Это обязательно, что мы должны делать, конечно же. И ваше солнце, ваше счастье наполнится этой любовью, этой энергией, которая вокруг вас находится, вокруг нас она вся находится. Это прекрасная энергия. И давайте использовать это. Это так замечательно. Я сейчас был в храме, и мы вот с двух часов пели, танцевали. Воспевали святые имена. Это божественное состояние. Божественное состояние. Когда ты напоминаешь себе о том, для чего ты сюда пришел. Что ты сделаешь, какие у тебя задачи. И кто кому принадлежит это все? Кому это все принадлежит? Кто наш отец, кто наш творец, кто наш Всевышний? Это здорово. Так здорово. Это классно. Ладно, что-то я ушел в себя. Я же хотел вас поздравить. Сейчас официально вас поздравлю. Дорогие друзья, коллеги, христиане и все верующие люди, поздравляю вас с еще одним прекрасным духовным праздником Рождество Христовое. Желаю, чтобы в этот день вы просто вспомнили о том, что есть Творец, есть Всевышний, который всегда с нами, который помогает нам на нашем духовном пути. И очень хорошо, чтобы Творец всегда был с нами, в нашей повседневной жизни, что бы мы ни делали, куда бы мы ни шли, о ничем бы мы ни думали. Но всегда с нами должен быть весь Творец в нашем сердце, в наших мыслях и в нашем сердце. Должен быть Бог. С Богом наша жизнь совсем другая. Она наполнена смыслом, она сердечная, она добрая, она душевная. И это помогает нам идти своим предназначением. Очень важно слушать себя, слушать свое сердечко. Душа здесь находится. Парамат, но и душа. Душа это я. И супер душа Парамат, Творец Всевышний, он находится здесь. Мы должны это слышать. Наш ум должен это слышать. Нужно это напомнить. Научиться слышать. Слышать, что говорит Творец. К чему нас призывают. Какое наше предназначение. Что мы должны делать. Ради чего мы сюда пришли. Я желаю вам, друзья, всем соединиться, соединиться вот эту вот думалку, эту голову, эту думалку, что-то от поклонов, она сейчас не помынет. Думалку вот эту, соединить сердечком, с душой, чтобы они были воедино, что душа говорит, что мы должны делать. Она знает, что мы должны делать. Уму только нужно слышать. Я вас призываю к этому. Хочу вам пожелать, чтобы вы смогли сделать этот сложный, 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 научиться этому сложному навыку вот отключить ум и соединиться с его душой и жить по сердцу, жить по совести. Потому что сердце, душа, оно знает, ради чего мы здесь. Что мы должны сделать. Для того, чтобы время пребывания у нас в этом теле не прошло просто так. любите себя, любите своих близких, любите всех вокруг. И любовь вернется вам в старицы. Я всегда говорю, когда заканчиваю свое видео, я имею это в виду. Я имею это в виду. Это не просто слова. Любовь действительно спасет мир. И это очень очень важное качество. Я сегодня в храме спросил одних своих, духовных братьев, спросил, как можно обсуждать, критиковать своих друзей, своих коллег, своих духовных братьев, близких, родных, чтобы это не было с нарушением принципа духовности, что нельзя судачить со спиной или что-то нехорошее. И ответ был очень простой. Нужно делать это с любовью. Все, что мы не делаем, нужно делать с любовью. Пример такой же, как когда папа наказывает своего сына, и он наказывает его строго, но с любовью. Потому что он забудет о нем, он его любит, но хочет, чтобы его сын стал лучшим. Ведь я призываю вас к тому, чтобы мы все делали с любовью. даже самые строгие поступки, самые строгие меры, наказания, которые мы применяем, чтобы это все было с любовью. Все, все было с любовью. И тогда действительно воплотиться это призвание, что любовь спасет мир. Разлюби врага своего, как ближнего своего. Относись к людям так, как ты хотел, чтобы они относились к тебе. Все, что нам нужно, это только любовь. Любовь это все, что нам нужно. Love is what we need. All we need is love. Мне не дружусь подобности словакова, я побачу их на английском обе, на веке столько дужи, зачепило мое сердце. Love is what we need. all we need is love. И затем я перевел это на русский язык, и она звучит тоже хорошо. Все, что нам нужно, это любовь. И любовь это все, что нам нужно. Друзья, любите себя, любите своих близких, любите всех вокруг, и любовь вернется в настоице. Я вас всех обожаю, я вас всех люблю. Желаю, чтобы любовь наполнена ваше сердце, ваше пространство, и вы были всегда с любовью. Это все, что нам нужно. Намасте. Благодарю вас всех за то, что вы есть. Желаю вам любви. Намасте.